привет политик я пару недель назад говорил что при той ситуации которая сейчас происходит а именно быстрое падение цен на нефть излишки добываемой нефти в мире оценивается 25 27 миллионов баррелей соответственно если товара много есть закон рыночный если товар много то он становится неинтересным цены на него падает и вот я тогда прогнозировал что тенге будет обесцениваться потому что падение цен на нефть автоматом приводит по сути дела к падению тенге но что делает мир действительно вчера и сегодня встречались опек так называемый это конгломерат крупнейших производителей нефти это картельные с картели которые между собой договариваться это саудовская аравия россия ну и другие там арабские страны крупные которые являются производительными нефти танкеры бродили по морям они не могли найти сбыт фактически отдавалась за ноль просто лишь бы забрали потому что за эти танкер что не залитая они вынуждены платить расходы нести и так далее наступила критическая ситуация поэтому мои прогнозы были правильные безусловно вы знаете президент трамп начал говорить что вот надо как-то стабилизировать нефтяники в америке в россии начались серьезные проблемы по всему миру и саудиты просто врывались на международные рынки демпинговали вытесняли российскую нефть продавали больше своей нефти это произвело тому что обвал цен на нефть соответственно курс тенге тоже обвалился сейчас принципе ситуация не поменялось потому что меня спрашивают вот я купил при курсе через 450 сейчас стал 435 что будет ребята ничего хорошего не будет к сожалению для тенге потому что сейчас эти картель саудовской аравии россии договорились о том что будут снижать объем производства нефти но это не поможет они суммарно сейчас договорились до 10 миллионов баррелей в сутки но дефицит избыток нефти на рынке где-то приблизительно выше 20 миллионов но объективно 25 27 миллионов как оценить эксперты то есть ну хорошо они 8 миллионов в июне июля пообещали что уменьшить объем производства но тогда все равно свыше 15 миллионов баррелей каждые сутки каждые сутки будут производить в никуда это будет заливаться в танкеры покупатели нефть нефти нет этот излишков тогда цена на не все равно валится то есть эти меры которые сейчас какие-то договоренности существуют между рядом стран они ни к чему не при не приведут и это подтверждает бирже если вчера момент соглашения цена на ней за бренд было 35 36 она резко после соглашения обвалила стала 32 и цена дальше будет падать поэтому если мы будем смотреть перспективы несколько месяцев мы должны понимать что все нефтехранилища эти излишки как нефти куда можно разместить будут заполнены максимум два месяца реальный месяц полтора все будет заполнено а излишки будут производиться потому что экономика мира не заработает водением раз все самолеты даже если их откроет возможность полета то они будут летать реже соединенных штатах америки только только развивается коронавирус они даже пика не достигли и может быть они достигнут пика в конце мая это значит экономика не будет потреблять столько нефти европа может быть частично откроется в мае это значит что они тоже не будут сразу потреблять большой объем нефти то есть избыток будет большой в итоге это придет к обвалу цен на нефть в любом случае значит к обвалу и тенге вот что будет поэтому вы должны знать кто вложился доллары он не проиграет национальная валюта неизбежно упадет конечно здесь много факторов я не могу предсказать все абсолютно но то что такой тренд тенденция тенге будет ослабевать это факт абсолютно вопрос только плюс минус сроках насколько быстрее или медленнее или насколько все резко произойдет обвал зависит от многих факторов поэтому не переживайте те кто уложился в доллары ну и что еще я хочу сказать меня все время спрашивает в какой валюте держать свои сбережения что америка начала печатать доллары все прочее я вам скажу так золото это чистых слитках это я для богатых людей они и так все это знает без меня но вторая единица это доллары если у вас есть сбережения их легко хранить именно в долларах и я могу сказать что все кто держит тенге они в любом случае проиграет деньги девальвируются не говоря о том что ближайшие три шесть месяцев есть риск то что наши банки не смогут вернуть вам вклады просто они будут банкротиться это отдельная тема почему я уже не первый раз об этом говорю следующий вопрос меня спрашивает стоит ли сейчас покупать недвижимость что будет ценами на жилье это вопрос знаете индивидуальный если вам негде жить у вас есть деньги вы хотите купить вам надо просто решать свои проблемы покупайте но если вы хотите деньги вложить как как инвестиции я могу сказать что сейчас время не очень удачные конечно это зависит от разных факторов может быть в том или ином городе сколько там людей в состоянии покупать дорогую недвижимость или другую любую другую недвижимость но известный факт когда происходит кризис когда сейчас у людей будет стоять вопрос проживание как прожить решить минимальные вопросы желающие купить недвижимость будет меньше мало а если покупателей мало а недвижимости много что по факту на есть нашей стране цены объективно упадут тенге безусловно доллара тоже безусловно я могу сказать что этот кризис мир не видел как минимум сто лет как минимум может больше поэтому когда вы будете считать сравнивать с кризисом 8 года или 14 года это будет ошибка сразу хочу сказать что здесь ситуация кардинально другая и ваши инвестиции недвижимость это большой вопрос я даже вчера с одним человеком поспорил я скажу так что к осени безусловно цены на недвижимость упадут и кто сейчас купит будем считать что он проиграл дальше вопрос мне задают о продовольственном кризисе будет ли голод к сожалению уважаемые друзья ситуация с продовольственным мире сложная и существует но множество исследований потому что с развитием коронавируса ну например в италии южных регионах у них нет даже работников люди не могут не могут выходить и выращивать продукцию потому что боятся и очень много продукции просто гниет я позавчера видел как наши производители капусты и друг и других продуктов на юге казахстана не могут свою продукцию экспортировать за пределы казахстана потому что запрещено перемещение люди не должны собираться и все прочее чему это приведет это значит урожай не будет убран если будет убран он не будет продан он сгниет и те люди аграрники сельхозники которые находятся вот производит эту продукцию они обанкротятся у них не будет возможность заплатить банкам у них не будет средств ну а если у людей нет средств значит что значит они попадают плохую ситуацию включая голод если не будет со стороны государства помощи я говорю не говорю о том что есть риск что просто эта продукция не будет произведена поэтому конечно же за счет бестолковых действий правительства нашей стране что угодно может быть включая голод вот поэтому я и говорил что если мы не будем активно действовать то нашей стране что угодно может быть к сожалению я знаю что многие сейчас страдают сейчас говорят о том что не на что покупать нет средств это вот собственно результат нашего молчания результат что мы там нас пронесет там шикур толба вот вы сейчас видите что это кризис обнажил все показывает что наша политическая верхушка борется в англии на сотни миллионов фунтов имеет недвижимость и будучи председателем сената на едет в англию там судится в них с рубежом миллиарды долларов а вы не можете найти средства на обычное свое ежедневное существование вот собственно вы сейчас это на ваших глазах происходит вся верхушкой такая назарбаев прячется бункере иногда там письма посылает что давайте народ скидываетесь конечно же при такой политике голод будет если мы будем терпеть ну еще я хотел сказать когда говорит продовольственные кризисы вот представьте себе что производство зерновых и вообще любой аграрной продукции составе затрат у нас нефтепродукты и вот если цены на нефть упали в 6 раз а бензин продается как будто бы ничего не произошло по ценам января то есть вы понимаете да то есть монополия семьи на султана назарбаева они захватили этот рынок никого не пускают и продают так как будто бы цена была нефти в 6 раз больше как в январе и таким образом вы со своей продукции не конкурентность со своими конкурентами мировым потому что зерно продается на мировой рынок а на мировом рынке цены на нефть нефтепродукты упали канадские поставщики зерна американские они имеют сейчас себестоимость зерна реально если говорить о нефтепродуктов дешевле чем в казахстане минимум полтора где-то два раза ну конечно у них себестоимость будет лучше и меньше поэтому вот эти люди наша политическая верхушка создают ситуацию чтобы и за счет своей жадности за счет монополии за счет того что они полностью оторваны от народа загоняет ситуацию продовольственной кризиса нашу страну